Когда пытаешься делать вид, что всё хорошо, а в душе ураган. Всем привет! И это прочитанное, наконец-то! Просто ура! Я могу снять прочитанное и не бояться за то, что будет мало книг! С чего бы я хотела бы начать? Конечно же, с классики. Начнём с того, что я, в принципе, мне 18 лет, я начала читать классику. И это был не самый лучший опыт, конечно, но находим везде свои плюсы. Прежде всего, расскажу вам о виновнице торжества, из-за которой мне сдвинулись все мои прочитанные, книжные покупки и всё в этом роде. У меня после экзаменов реально начался какой-то не читай. А всё из-за Фёдора Достоевского, из-за бесов. Я сейчас до сих пор не помню, что конкретно там должно было меня зацепить. Я знаю, что там ведётся о каких-то пороках, о каком-то Степане Трофимовиче, это главный герой книги. И что он должен был там что-то там сделать, что-то там он должен был делать, но он не сделал, потому что он слабохарактерный. Я нифига не поняла из того, что происходит в книге. При этом здесь 600 страниц, маленьким шрифтом, и я просто... Мне очки мои не помогали. Я надеюсь, отсвечивать в камере я не буду. Ну так вот, даже с очками я нифига не могла нормально читать, и приходилось перечитывать, потому что у меня предложения путались, абзацы путались, и я такая сижу, думаю, блин, может нафиг, и включила аудиокнигу. Аудиокнига вообще не исправила ситуацию. Моё прочтение затянулось на полтора месяца. Какая прелесть. И по поводу Достоевского я могу сказать, что я оставлю её у себя в будущей моей библиотеке, в принципе сейчас, чтобы потом в будущем перечитать. Потому что я знаю, что конкретно русская классика очень туго и очень плохо читается именно в младшем поколении. У меня мировоззрение совершенно иное. Я нифига не понимаю, что происходит в книге, поэтому я оставляю эту книгу на будущее, именно вот года через 3-4, лет может быть даже в 25, я хочу это перечитать туда. Потому что, ну, Достоевский пишет очень хорошо. Ради этого книгу на самом деле стоит читать. Ради его вот этого прекрасного, вот этого вот такого языка, вот этого вот прям... Я кайфовала вот именно от самого текста, вот именно как он написан, но ни хрена не понимала в плане сюжета. Продолжаем идти по классике, и следующая у меня книжечка. Это Саммерсет Моэм. Театр. Книга шлась невероятно легко, но концовка... Это что-то странное, непонятное. Я до сих пор помню, что я сидела, и я не понимала, что происходит. Ну, просто бы не понимала, потому что концовка могла быть совершенно другой. Но читалась она невероятно легко и интересно, заманчиво. Странно, тупо, глупо, но заманчиво. Сказать, что мне прям вау... Нет, не прям вау. Для прочтения, для такой какой-то своей галочки в классике зарубежной, это, конечно, да. Сюжет складывается вокруг главной героини Джули, которая работает, собственно, она сама по призванию актрисы. И всю жизнь она то и делает, что играет. Все ее роли, это вся ее, грубо говоря, жизнь. Это вам такое вкратце от меня описание. Здесь очень динамичное развитие событий. То есть, за день ее можно спокойно прочитать. Здесь 300 страниц. Ну, по крайней мере, у меня в таком издании... Да, 300 страничек. 320 вроде бы. Ни хорошо, ни плохо. Ну вот, не знаю, мне было одновременно интересно, одновременно странное было ощущение. Я не знаю, может, потому что книга написана в 1937 году. В крайнем случае, кому-то очень нравится. Вот кому-то прям вообще вау. У меня не было интересно, но прям вау эффекта не было. Следующая книга идет в топ моих любимых, потому что я просто влюблена в нее. Это Дракула Брэм Стокер. Я так полюбила эту книгу, вы не представляете себе. Я с самого детства люблю все эти фильмы про вампиров, но давайте сумерки не пойдут в счет. Я имею в виду, где вампиры, вот именно вот это вот какое-то все такое старинное, вот именно в плаще, белая кожа, огромные клыки красные, глаза, длинные черные волосы, вот это вот перевоплощение в летучую мышь, вот для меня вот именно вот это, это и есть вот вампиры, Дракула, вот это вот все. Я читала ее после как раз-таки Достоевского, и мне было очень тяжело, и я очень пожалела, что начала слушать эту книгу, что не конкретно читать, а именно слушать. Это точно останется у меня просто любимицей. Это, скажем так, фундамент, кирпичик на все фильмы дальнейшие, и игры, и вот это вот все произведение о вампирах, графе Дракуле, и вот это вот всего. Очень мне понравилось, мне очень понравилось. Здесь, в принципе, история про само... Как это сказать-то? Я вот нигде не нашла нормальное описание, как бы я могла бы рассказать, потому что у меня с моей формулировкой все плохо. Сделаем вид, что я очень умный человек. Я сейчас себя в глаз зарядила. Любое мое слово, это будет спойлер. Ну, реально, тут вот с чего может начинаться любая сага о вампирах? Что сначала о них не знали, а потом ох-охо-охо, как узнали. Об этом я и говорю, что вот так же, как я сейчас описала, практически так же в этой книжке, только, ну, вот такое, в более старинном стиле, и очень ярко все вот так вот идет и развивается, и вообще, любовь, любовь. Дальше идет то, чего, может быть, вы от меня не ожидали, а чего я не ожидала сама от себя, что я в таком скором времени ее прочту. Честно, это было страшно. Это было страшно, это было жутко. И я пошла по совету Ани Bookspace, моей любименькой, просто обожаю, прочитать эту книгу летом. Мама родная. Я думала, что у меня не только на затылке волосы стали, а во всему телу просто пробежала холодная дрожь. И это Стивен Кинг. Кладбище домашних животных. Это я вхожу в число людей, именно в список людей, которых эта книга напугала. Более того, концовка просто меня ошарашила. И я вот дочитала, и у меня все это время было вот такое лицо. Я была в шоке. Но это то, за что я, в принципе, читаю Кинга. За его способность, вот какие-то любые человеческие пороки и страхи воплощать вот в бумагу, в книгу, именно вот ярко это делать. У него это получилось. Я после прочтения сказала бы, что это моя нелюбимая книга. Но сейчас я понимаю, что это гениально. Это максимально круто написано. Чтобы вы понимали, после этой книги я не смотрю никакие больше ужастики. То есть, никакие больше ужастики в этом мире меня не могут напугать. То есть, мне вообще пофиг на это все. Дайте мне книжку, я почитаю. Сюжет всем уже известен, но скажу еще раз. Речь идет о молодой семье, которая приезжает в новое место рядышком с их домиком, который они купили. Есть кладбище домашних животных, где детки, маленькие дети хоронили своих питомцев, потом приходили, оставляли цветочки. И за этим кладбищем оказывается кладбище индейцев, где, по поверью, любой, кто там будет захоронен, вернется к жизни. В общем, вот это вот все, что я вам могу сказать, потому что остальное будет спойлер, конечно. Вряд ли из тех, кто меня смотрит, могли не читать эту книгу. Хотя, если такие есть, пишите в комментариях. Мне будет очень интересно. Классный. Тоже трофеем на полке. Я очень рада, что смогла ее прочитать. Обычным жарким летним днем обливалась холодным потом. Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Афанасий Фетт. Его сборник стихотворений. Твою мать, каждое утро просто открываю, читаю по три-четыре стихотворения и пошла. Здесь их очень много. Я читать вам не буду. То же самое, любимое стихотворение моего детства, когда я читала его в школе. Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Собственно, книга так и называется. Вот. Еще посмотрите, насколько она, какая она толстыня. Это все гребанное стихотворение. Причем, оформлены они вот так. И, ну, объем как бы серьезный. Единственное, что меня бесит в этом издании, что оно в мягком переплете. Я нигде не могла найти твердое. Но я реально, я боюсь, что я его зачитаюсь настолько, что здесь появятся заломы, что оно долго не проживет. Вот это вот, вот это вот. Иллюстрация прекрасная, я считаю. Очень красивая, очень такая осенняя. Ну, я не могу, ну, я что могу еще сказать? Я не знаю, как перед вами так вот стоять, плясать, говорить о том, какая она прекрасная. Ну, просто поверьте мне на слово, что, ну, я влюблена в его сборник стихотворений. Все, все, лавочка закрыта. И последняя книга, которую я вас посвящаю, уже посвящала во многих своих видео, и стараюсь, пытаюсь дочитать всю эту серию книг, а в дальнейшем выпустить огромное видео, посвященное этой серии, чтобы вы о ней знали. Артем Каменистый, Стикс. Круто! Это боевик, это зомби, это, это сталкер воплоти, просто в немножечко другом каком-то воплощении. Ходячие мертвецы, также людей, сталкеров, по-другому, рейдеров, или по-другому, иммунных людей, которые не превратились в зомби. И вся вот эта вот история просто меня поглощает второй раз в моей жизни. Я первый раз прослушала в аудиок книге, дошла до третьей, но как-то вот потом перестала. Сейчас я решила уже перечитать, и я читаю, и просто душа поет. Это про приключения Карата, о том, как люди попадают в, даже, скажем так, в другой мир, в мир улья, где люди, попавшие туда, либо становятся зомби, либо превращаются в иммунных, выживают в этом ульи. Улья, еще раз повторю, это отдельная вообще вселенная, то есть ты не можешь бежать, 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 и резко наткнуться на живой город, где тебя могут хоть как-то спасти. Нет. Шиш, ты просто живешь вот в каком-то огромном месте, где бегают твари, твари эти мутируют, превращаются в еще больших опасных тварей, ты за счет этих тварей выживаешь. Вот просто вот так. Охладите мой пыл просто, у меня аж мурашки встали, я не шучу. Вот, 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 о, вот, они встали, мурашки. Я превратилась в одну большую мурашку. Жуть какая. Во всем вините бесов, Федора Достоевского, потому что это был бипец. Я реально, я через, у меня реально был не читай. Я уже вот вижу Дракулу, думаю такая, ну ладно, хорошо послушаю. И как только я понимаю, проходит 50 страниц, такая, да в смысле, а ну-ка уйди, начинаю читать. Я вас всех очень люблю. Спасибо, что были со мной в этом видео. Надеюсь, вы не заскучали или я вас не так сильно раздражаю своей милевой мимикой. Потому как я ярко свои эмоции показываю. Я вас всех очень люблю. Всем пока. Пока.